С начала года в Хакайсии зарегистрировано 32 лесных пожара и почти 400 степных палов. Прошедшие дожди не повод расслабляться. По прогнозам синоптиков, впереди вновь сухая и ветреная погода. На заседании правительства прозвучало, для избежания трагедии необходимо усилить мониторинг, то есть работать на предупреждение. Мы все понимаем, что намного проще потушить пожар, как только он возник и не перешел на большие площади, чем потом героически бороться с разросшимся многокилометровым бедствием, которое может угрожать теоретически населенным пунктам. Поэтому на этот аспект я прошу обратить особое внимание. Тем более, опять же повторюсь, что по прогнозу этот год с точки зрения пожарной безопасности неблагоприятен. Что касается паводка, то текущая обстановка на реках опасений не вызывает. До критической отметки и в Абакане, и в Абазе еще далеко. А вот сельскому хозяйству республики дожди бы не помешали. Ранняя теплая весна позволила технике раньше выйти в поле. Хорошие темпы по посеву зерновых набраны в Бейском, Ширинском, Алтайском и Орджоникизовском районе. Хозяйства полностью обеспечены семенами, техникой и топливом. В этом году многие говорят огромное спасибо правительству в том, что единственное, наверное, по России, нет у меня информации, есть ли в других регионах, такая субсидия, как на приезжение дизельного топлива. В этом году у нас заложено 20 миллионов на такую субсидию. Люди приобретают, задают пакеты документов. Я думаю, что в конце мая, в начале июня мы начнем уже выплачивать. Добавим, полевой сезон открыли овощеводов из Тебаканского района, в который уже высадили картофель, а также посеяли морковь, свеклу и капусту. Субтитры создавал DimaTorzok